СКАЗКА Душа абрикосового дерева. Часть третья. Злата раньше видела только полевые цветы. А тут такая красота неизвестного ей происхождения. Она увидела человека с большими ножницами, которыми он подрезал кустарники. И забыл о своей роли, спросила, как обычно, в своей деревне по-простому. «Мир вам, дяденька!» Садовник от удивления чуть не выронил ножницы. Такие речи от принцессы он никак не ожидал услышать. Пока садовник был в ступоре и не знал, как и что ответить, замер с открытым ртом. Злата повторяла. «Дяденька!» «Скажите нам милость!» Потом Злата заметила, что с дяденькой что-то случилось. И его глаза как стеклянные округлились и смотрели в одну точку. Стала прыгать перед ним и махать руками. Причитала «Дяденька!» «Алло! Вы где?» «Дяденька!» «Куда вы пропали?» «Дяденька!» «Как называются эти цветы?» «Что там происходит?» Сказал король. Королева посмотрела в бинокль. «По-моему, наша дочь танцует перед садовником». «А зачем?» «Может, перегрелась на солнце?» Принцесса за подозривание ладное шепнула себе. «По-моему, это чудо природы заигралось!» «Пора эту Злата возвращать на базу, иначе завалит всю операцию!» Велела своей служанке пойти и привезти ее к ней. Наконец, садовник вышел из пике. «Это амазонские лилии, ваша честь!» Злату слова «ваша честь!» Отрезвили. И она передумала задавать больше вопросы и вошла снова в роль и перестала прыгать и махать руками. Садовник сказал «О заморских растениях и цветах лучше вам расскажет королевский ботаник, ваша честь!» «Спасибо, милейший! Ты свободен!» Ответила Злата королевским тоном. Садовник уходил в недоумении и размышлял. Неужели принцесса решила с ним пошутить и ломала перед ним комедию? Злата развернулась и заметила, что за ней наблюдают король с королевой на балконе. Она, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию в знак приветствия, помахала им ручкой. Они помахали ей тоже в ответ. К Злате подошла прислуга и шепнула на ухо. «Пора в комнату, принцесса ждет!» «Ну вот, сейчас будет разбор полетов!» «Свети меня совсем одурманили!» Ответила Злата и пошла по аллее ко дворцу в грациозной посту Юлани, как учили. «Интересно, о чем она говорила с садовником?» Спросила королева. «Спросим у алмаза за обеденным столом», ответил король. Алмаз распорядилась принести в комнату одну порцию из обеденного меню. Храброму воину Мелкуму, который отличился храбростью в боях, доверили охранять покой королевской семьи и всех, кто жил во дворце. Его назначили начальником охраны. Во дворец было три входа. Большой, главный вход, который усиленно охранялся, второй поменьше, для обслуги и поваров. И о третьем входе, подземном, знали только король и он, и ключи от дверей были только у них. Один воин, который отработал свою смену в охране, попросился к начальнику на прием, и его пропустили. «Ваша честь, по инструкции я должен докладывать о подозрительных случаях. Я помню, как вы в бою спасали мою жизнь, и я не хочу, чтобы у вас были неприятности. Говори, в чем дело». «Мы с напарником дежурили на втором входе и утром увидели взволнованную принцессу, которая пришла во дворец со слугою. Он нам дал по две монеты и велел о том, что видели, никому не докладывать. Когда они прошли, мы с приятелем терялись в догадках, куда принцесса уходила тайно из дворца. Через наш вход она не выходила. Я поинтересовался у охраны на главном входе. Там мне ответили, что она и там тоже не проходила. Мы совсем запутались. И я набрался смелости узнать, может, вы знаете об этом? Нет, я не знал. Может, его высочество? Я выясню. Благодарю тебя за службу. Если что подобное повторится, докладывай мне лично. И начальник дал монету солдату. Солдат ответил. «А что, если принцесса захочет опять отучаться? Пока подыгрывай ей. А все остальное – мое забота». «Хорошо». И солдат покинул кабинет начальника. Но Кун задумался. «Что за тайные игры у принцессы?» «Надо бы все выяснить». Он вызвал агента и приказал ему тайно следить за принцессой. В комнату служанки принцессы принесли обед. Затем привели туда и злату. «Алма спросила злату». «Ты что там в саду делала? Зачем чуть ли не каждый цветок обнукивала?» «Простите, ваше милость. Я в жизни не видела таких цветов. И мне хотелось узнать, какой у них аромат». «Узнаешь скоро». «А дед после обеда теперь из-за тебя меня на уроки к ботанику отправит». «Ага, может, это и к лучшему?» «Вместо меня ты пойдешь». «Вот там и нанюхаетесь в волю». «А что говорила садовнику?» «И зачем перед ним выплясывала?» Злата все поведала. И все в комнате рассмеялись. «Ты вместо меня пойдешь на обед. Сядешь за стол только после того, как сядут король и королева. В общем, не забудь, чему тебя учили. И теперь смотри и запоминай мои манеры, как я буду трапезничать», сказала Алмаз. Алмаз ела, а Злата голодными глазами смотрела на блюдо и запоминала манеры принцессы. «Если что спросят, дай четкий и грамотный ответ. И не забывай в конце к словам прилагать ваше величество». Так положено по этикету. «Я помню, меня учили». Глотая слюни, ответила Злата. Алмаз закончила обедать, переоделась в одежды прислуги и объявила, что соберемся снова к вечеру здесь вместе. «Злата, ты после урока ботаники можешь попросить еще какой-нибудь урок. Ну, например, рисование или музыки. Родители только обрадуются. Да и тебе я вижу. Это все интересно и полезно будет. Если что, мои слуги тебе подыграют. А я попробую жизнь кочевую. Буду свободна, как ветер в поле и на воле. Да и проведаю кое-кого». Злату вывели и повели слуги вместо принцессы на королевский обед. За ней наблюдал тайный агент, ничего не подозревая. Алмаз накинула капюшон и вместе со слугой пошли на выход для поваров. На вопросы охраны сказал слуга, что это новая прислуга для принцессы. Идем в город по делам. На вопрос солдата, почему прячем лицо? «Еще не привыкла, всех стесняется. И тебя тоже». Слуга дал солдатам по две монеты, чтобы не задавали лишних вопросов. И пропустили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...